Мы все направления охватываем, но не в Москве, конечно. Об этом и речь идет. Тысячи людей получили высокотехнологическую медицинскую помощь. Мощная, продуманная, последовательная акция, которая имеет глубокую историю благодаря Лео Антоновичу. Детское здоровье сегодня в приоритете. Это обозначил президент. Рабочая группа создана восстановлением правительства Республики Крым. Мы сейчас готовим две площадки. Республиканская детская клиническая больница в Симферополе и Ялтинская детская больница, на базе которых будет проходить отбор тех детей, которые попадут на эти осмотры, соответственно, которым нужна экстренная помощь. Верникой Игрине огромное спасибо за то, что Крым уже включил в этом году эту программу. Буду помогать. Надеемся, что для всех с пользой пройдет. Для врачей, для тех, кто приедет. Я думаю, будущее впечатление хорошее от нашей природы, от нашей погоды. Я хочу напомнить всем, что фактически вот за эти годы в семи федеральных округах эта акция проходила. С Крымом мы очень давно работаем. Мы работаем с ними и, ну, фактически, со дня вхождения. Вот. И мы систематически лечим этих больных. Здесь у нас, в Москве, они оперируются в других городах Российской Федерации. Мы сейчас будем получать списки детей, которые нуждаются в обследовании, по различным специальностям. И согласуем окончательные списки уже до того, как мы поедем. А дальше мы приезжаем, смотрим и определяем, кто из этих детей нуждается в лечении. Федеральных центров даем соответствующие рекомендации. Кто может быть пролечен на месте, в стационаре, а кто может быть просто пролечен дома. Редактор субтитров А.Семкин Мы город здоровья, мы спортивный город, мы олимпийский город. Очень интересные вещи. Лео Антонович рассказал сегодня. Мы обязательно эти акции не только поддержим, а организуем. Все, что делает сегодня волна здоровья, это очень интересно и самое главное полезно. Очень полезно для людей. Если раньше мы принимали на корабле, то сейчас у нас была возможность приехать в клинике, где принимаются такие пациенты, увидеть на местах, увидеть специалистов и условия, в которых они работают. Это достаточно редкий случай, и, слава Богу, это врожденный стеноз гортани, врожденная мембрана гортани, которая у этого ребенка была при рождении в подскалочном пространстве. Поэтому с первых его дней были проблемы с дыханием. Не попробуйте сделать, убрать этот подскалочный стеноз, убрать этот рубец. Будем надеяться, что его удастся снизить с цехиастомы. Нас осмотрели, проверили, по документации все посмотрели, но обещали в дальнейшем нас прооперировать еще. Отстает просто от сверстникова. Было торможение роста в определенный момент. Но хочется все-таки услышать и квалифицированного врача. Не все смогут поехать в ту же Москву, даже в Краснодар. Огромное спасибо. И ждем еще. У дочери, когда супруга была беременная, выявили проблему врожденной диафрагмальной грыжи. Прогнозов благоприятных не было вообще абсолютно. Врачи сказали, что будут делать все, что могут, будут до конца бороться. За ее жизнь чудо произошло, потому что с такими начальными показателями при этом диагнозе еще нам сказали, что ни один ребенок не выживал. При нашей сегодняшней встрече нам дали совет, нам оказали помощь в кардиологии, посоветовали, куда обратиться. И мы надеемся, что сегодняшний день это будет не последний, что наш город будет не оставлен. Надеемся, не только родители, но и дети. Это наше будущее, будущее России. Каждый год операции усложняется, то есть все более и более тяжелые пациенты оперируются и выхаживаются. То есть те пороки, которые раньше считались жизнеспособными, теперь они успешно оперируются, уживают и выхаживаются. Ну и вот наиболее тяжелые категории еще требуют все-таки периодического приезда выездных бригад, которые осматривают данных детей и определяют, чтобы не упустить ничего, чтобы вовремя оказать необходимую помощь. В 97% случаев дети, перенесшие операцию на сердце, проживают такую же по продолжительности и качеству жизни, как и в здоровой сердце. Мы хотим распространить топы на все регионы Российской Федерации. Комплексное обследование детей. Мы хотим, чтобы у нас в следующем поколении почти 100% были здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Нам не нравились его миндалины. Вот это вот папилломатоз, который на миндалины. У нас был три месяца назад аденоиды второй-третьей степени. Мы сделали операцию, а сейчас хотели провериться. Врач очень опытная, мне очень понравилось ее общение, разговор. Вообще очень хороший врач. Потому что специалистами мы держали связь до волны здоровья. Они заранее подготовили обследование необходимое пациентом. Кого-то мы обследовали в течение приема, ну, благодаря персоналу, потому что обучен персонал. Всех, кого хотели показать, врачи мы успели посмотреть, плюс тех желающих, кто хотел просто с улицы зайти, поинтересоваться. Никому не отказали, всех посмотрели, все получили свои рекомендации, поняли дальнейшие тактики поведения. У нее тугоухость третьей степени на оба уха пришли сегодня к доктору для того, чтобы получить консультацию. Ну, у нас три на поте недоношенных, и мы еще не могли с врачом договориться, надо нам очки или не надо. Сказали, что лучше да, потому что если мы не будем носить очки, будет хуже. Поэтому мы очень благодарны, что мы пришли, спасибо большое. И теперь будем действительно к этому вопросу относиться более серьезно. Очень много детей с рожденной патологией. Тяжелые дети, как из детских домов, так и из семей. Среди эмпатии недоношенных. Были дети с рожденными катарактами. Были дети с такими достаточно редкими, интересными заболеваниями, и которым мы стали помогать совсем недавно именно в рамках МНТК микрохирургии глаза. Это, в частности, дети с кератоконусом. Для нас это на самом деле большое событие. Мы достаточно провинциальный город. И приезд такого уровня врачей – это событие для родителей, для врачей, для тех маленьких пациентов, которым сегодня так посчастливилось. Общение с такими людьми, ваши мастер-классы о том, как нужно заниматься профилактикой, как нужно учителям работать по профилактике. Конечно, это учеба, учеба и учеба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Субтитры делал DimaTorzok Наверное, пациенты еще охвачены вниманием в федеральных центрах Это важно было приехать сюда и увидеть тех пациентов, которым сложно приехать, помочь им Мы обратились к офтальмологу, у нас нестагнеглазок Нестагнеглазок – это когда глазки бегают С этого у нас началось уже косоглазие и падает зрение Нас посмотрели врачи и сказали, что нужно менять очки Нам эти очки совершенно не подходят Очень довольна приемом Врач сказал, что пока не нужна операция Это самое главное, да, для меня хирургическое вмешательство для ребенка Для меня это очень страшно У нас врожденная патология расщелина верхнего неба И которая не оперируется на титула Вернее, она оперируется, но тут не настолько большая практика Поэтому хотим оперироваться в Москве Прием прошел замечательно Получила очень много и очень объемное и хорошее количество информации Которая порадовала В общем, порекомендовали очень много в плане общения с таким ребенком В общем, пообещали прооперировать Года четыре Будем готовить документы и собираться в Москву на следующий год Проблема с ушком Она на одно ухо не слышит С поликлиники направили нас сюда Вот на комиссию, удачно направили Полина Ивановна сейчас посмотрела И говорит, не все потеряно Можно вернуть слух Сделали снимок Снимок показал, что нерв живой Что надо... Ну, в общем, в Москву нам дали направление Молодцы Они просто могут предложить то, что не в силе сделать Наши, как бы, ну, грамотные Но у них нет оборудования С одной стороны, может быть, и хорошо Что Черноморское побережье не отличилось Какими-то необычными диагнозами Стансоневральные тугоухости Кондуктивные тугоухости Там, отрези наружных слуховых проходов Аномалии развития, там, ушной раковины Не было чего-то такого, что выбивалось бы Из привычных диагнозов Которые можно планово госпитализировать Планово обследовать Планово все устранять проблемы Наиболее тяжелый случай Это был случай в Симферополе Когда к нашему приезду мы узнали о том Что совсем недавно родился маленький ребеночек На момент нашего приезда Ему было только два дня То есть вторые сутки жизни И у них не был еще установлен точный диагноз Только был заподозрен врожденный порог сердца Но не было точного диагноза С помощью нашего ультразвукового специалиста Веры Ивановны Нами был уточнен диагноз И сразу, учитывая экстренность и критичность Врожденного порога сердца Мы согласовали с нашим центром Возможность перевода этого пациента Все это было решено прямо на месте На вторые сутки жизни ребенка Был уточнен диагноз И уже согласован перевод ребенка Для оказания необходимой хирургической помощи Важной нашей миссией послужило то, что мы не только одобрали пациентов Потому что это не очень большая группа Я надеюсь, что наибольшее количество пациентов придет позже Потому что наладили контакты с врачами Самый маленький пациент был месячный ребенок Я так надеюсь, что мама была очень довольна Что они приедут к нам И в дальнейшем, если она приедет к нам на первую операцию И вообще все пациенты, которые к нам приедут Дальше они будут продолжать получать направление На следующие этапы операции Главная миссия, мне кажется, это донести до регионов Важность определенных этапов лечения Поделиться своим опытом, своими случаями И, соответственно, при невозможности исполнения данных и рекомендаций Направить пациентов в федеральные институты Которые могут помочь им решить их проблемы Идет колоссальная поддержка детей Детского здоровья, детского спорта Все мы понимаем, что наша задача чиновников Это вырастить, приложить максимум усилий Возможности, чтобы наша нация шла впереди Планеты всей Проект вот этот «Волна здоровья», который уже существует На материковой части России Для нас это, конечно, колоссальное подспорье Еще раз слова благодарности, что такое внимание уделяется нашим детям Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы пригласили в основном 26 человек, из них 13 на оперативное лечение четкое и 13 человек в реаберационный центр. Это в основном те, которые оперируются, и те, которые надо решать вопрос, требуется что-то повторное или нет. Ну, были дети доворожденные, их, конечно, не очень много, но были. Одного ребенка мы даже сразу направили, созвонились уже с отделением экстренной хирургии нашего института, потому что ему требовалась именно экстренная операция, анастомоз. Удалось посмотреть немало детей, получается, в каждом городе в среднем где-то от 15 до 18 человек. Я посмотрела, госпитализация потребовалась половине, как минимум. На слух простые ситуации, достаточно распространенные заболевания, но проблема заключается в том, что либо они носят рецидивирующий характер, либо не поддаются лечению. Это те дети, которых мы вызвали на госпитализацию. Значение этой акции трудно переоценить. На самом деле мы ждали ее с нетерпением. Очень рады, что эта акция докатилась и до нас, потому что динамика ее, она великолепна. Поэтому в городе Ялта такую акцию провести велел сам Бог, потому что это, наверное, мерка здорового образа жизни. У меня огромные слова благодарности. Спасибо вам, что вы здесь, что вы с нами, что вы в российском Крыму, и что вы даете возможность нашим детям получить квалифицированное обследование, выявить на ранней стадии какие-то заболевания и дальше уже производить лечение. Спасибо еще раз всем огромное. Я лично, сердечно благодарен вам, что вы здесь. Ведь один из основных показателей качества жизни – это продолжительность. Вот если человек живет долго и еще он говорит, что он трудится или ухаживает за собой, это говорит о том, что он понимает, он научен и он способен жить долго и качественно. Вот на это вот нацелены усилия Лиги здоровья нации. И мы создали программу. Программа четкая, ясная и понятная «Сохрани свое здоровье». Это формы и методы ведения здорового образа жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Конечно же, волна здоровья – это потрясающая идея. Идея потрясающая, потому что мы работаем вместе с коллегами, мы смотрим вместе пациенток. Это всегда очень эффективно, потому что разбор у постели пациентки – это самый-самый эффективный образовательный в том числе процесс. Волна здоровья 2018 года была потрясающей. В каждом месте, где бы мы ни были, нас ждали. Нас ждали не просто так, а уже со списком пациенток. Пациентки были четко выверены. И были представлены те женщины, которые действительно нуждаются, истинно нуждаются в медицинской помощи именно от специалистов столичных. Я хочу сказать, что наша команда врачей, взрослых врачей-гинекологов, очень успешно работает. Уже четвертый год в рамках волны здоровья. Мы были у врача-оркопеда. Вкратце наша история началась в том, что мы родились. Пошла миотонический синдром у нас. Выросли сначала плоскостопия, потом плоско-вальвусная. Пошла школа, стала уходить спина. Начало просто с колес, потом вышел в юношеский кифоз, что вышло очень большим искривлением, некрасивая осанка, живот. Здесь, единственное, сказали, если мы это не вытянем, нам грозит операция. Удивляет то, что здесь, на Черном море, где вода, море, можно плавать, очень много патологий позвоночника, как диспластических сколиозов и таких донки запущенных в третьей, четвертой степени, которые уже, в принципе, консервативной терапией. Мало поддаются лечению, придется все-таки их, скорее всего, оперировать. И именно врожденных сколиозов довольно много, но вот их удается застабилизировать, и они как-то менее прогрессируют. Когда, опять же, мы сюда планировали ехать, мы думали, уже будет хорошо, если мы в каждом центре по одному-два ребенка отберем для лечения к нам туда, в Центральный институт травматологии и ортопедии. Добрали мы более 30 детей на лечение у себя в центре, и надо отдать должное, вот на сегодня уже 12 детей договорились о госпитализации ЦИТО. Мы ходили, короче, в тальмологу. У нас на одном глазе тотальное освоение сетчатки, а на втором частично. На один глаз появилось периферийное зрение, то есть боковое, немножко. Сказали, что состояние тяжелое глаз, они готовы, если мы согласны на госпитализацию туда, то отвезти нас туда и, ну, помочь с глазами хоть как-то. Мы очень ждали волны здоровья в Севастополе, мы к этому готовились, в взаимодействии с коллегами-организаторами. И в городе был создан комитет несколько месяцев назад, мы продумали всю программу. Мы очень рассчитываем, что те технологии здорового образа жизни, которые предлагаются Лигой здоровья нации и другими коллегами, они получат хорошую прививку здесь, в Севастополе, и этот опыт будет нами тиражировать. Прежде всего, речь идет о проекте «10 тысяч шагов здоровья». Мы уже сегодня прорабатываем с нашим Центром развития туризма коллегами-архитекторами такую перспективу имплантации в наше общественное пространство. Вообще, я хочу еще раз сказать большое спасибо, уже очень много добрых слов сказано. И очень хочется, чтобы эта волна захлестнула нас и в следующем году, и чтобы это был просто океан здоровья. Потому что будущее нашей страны зависит от наших детей. Они будут определять, в какой стране мы будем жить. Поэтому это важный подход в этом вопросе. Вот эти 8 федеральных центров, которые направили лучших специалистов за эти 8 дней волны здоровья, обследовали или посмотрели и приняли 876 детишек из всех регионов России. Почти 100 тысяч детей. И при том, 373 ребенка направлены на лечение в Москву. Я уверен, что они получат лучшую медицинскую помощь, что они качественно улучшат здоровье и они вернутся домой счастливыми и здоровыми. Жителям города Ялты и его гостям мы говорим физкульт привет! Жителям города Симферополя и его гостям мы говорим физкульт привет! Молодцы! Симферополя и его очереди Современные Игр Indian aprend måste жив Villали учитывать Джей Крилот Что он roman Province Ф counterparts мирования Ф Tao За кадром Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok